Три дня и несколько районов Приморья под водой. Около 9 тысяч человек в зоне бедствия. Десятки километров дорог размыты. Около 70 мостов повреждены. Больше 30 населенных пунктов отрезаны от внешнего мира. Все это последствия тайфуна Лайн-Рок. Без воды, еды, света и связи. В край объявили чест федерального уровня. Как спасались и спасали глазами очевидцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подводить итоги еще рано. Данно-спасательные работы в самых затопленных районах края продолжаются. Но все же как обстоят дела в этот час волнуют всех. У меня в студии Игорь Швец. Начальник управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Приморскому краю. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Ну и главный вопрос на сегодняшний день это вот какая у нас сегодня уже информация о пропавших без вести или погибших во время этого тайфуна. Ну вы понимаете, тут еще надо разбираться, при паводке этот погиб человек или просто это самое. Паводов был здесь, река, грубо говоря, пытался спасти имущество, которое здесь возле дома, возле реки у него было. Или он просто пошел из дома в магазин за хлебом и где-то потерялся и пропал. И неизвестно, что с ним случилось. Может он где-то у родственников находится. Как мы об этом будем говорить? Действительно он от паводка потерялся? Или это самое, может быть где-то переживает или где-то что-то с ним, несчастный случай какой-то произошел, не связанный с паводком. Я имею в виду криминал, не криминал, там что-то еще другое. Вот в этом кто будет когда разбираться? Пока это тяжело говорить. Вообще спасение утопающих, делали рук самих утопающих? Вот как себя люди ведут в этой чрезвычайной ситуации? Допустим, мне известно, что вот село Перетычи, Хатернейского района, люди на второй день после тайфуна сутки просидели на крыше, пытаясь спастись. И потом, когда к ним прибыл вертолет МЧС, они отказались эвакуироваться. В данной ситуации люди, конечно, ведут себя по-разному. Каждый день в Главное управление и в оперативный штаб Приморского края по ликвидации чрезвычайной ситуации попадают порядка 10-15 заявок на оказание помощи той или иной в виде помощи гражданам. Я имею в виду это привлечение спасателей, которые требуют случаи, привлечение пожарных подразделений, а также заявки поступают с различных организаций, которые ведут те или иные работы в лесном местности. Этернелис, энергетики, геологи и так далее, и так далее, и так далее. Не всегда возможно в той же или иную минуту, прям непосредственно в ближайшее время при получении этой заявки, выделить необходимые силы и средства, потому что они могут находиться на другом задании, на другой задачи у них поставлено. Где-то у нас мешала погода, чтобы можно было привлечь авиацию. Где-то в населенный пункт просто невозможно было попасть по причине отсутствия уже дорог, которые раньше были. У нас Лазовский район, например, там пожаропреображение, Беневское, Чистоводное. Ну вообще сейчас невозможно попасть туда с Лазовского района, с самого Лазо. Вчера было принято решение, направился туда, был направлен в городе Владивосток паром, на котором была доставка. Доставлена как техника, точно так же представители Сбербанка, представители Почты России, которые организовывали, чтобы люди могли получить хоть зарплату, пенсии и так далее, чтобы можно было приобрести какие-то продукты. Также этим паромом были доставлены и вещи, и материальные ресурсы, чтобы можно было обеспечить существование в этих населенных пунктах людей. А оттуда было эвакуировано больше 200 человек. Они все были привлечены в город Владивосток. Сегодня опять планируется осуществить примерно такой же аре, чтобы доставить какую-то гуманитарную помощь. Но это то, что касается, например, Лазовского района. Такая же ситуация складывается и в других районах края. У нас, я еще раз повторю, всего на сегодняшний день остаются подтоплены 11 муниципальных образований. Дело в том, что сам поток гребня волны, всей этой стихии, он потихоньку переходит в реку Уссури. И он смещается на запад Приморского края. На сегодняшний день обострилась ситуация в Дальнереченском районе, в Красноармейском районе. Силы и средства, естественно, как МЧС России, так и другие подразделения российской системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, они перебрасываются в те районы, которым больше угрожает сейчас на сегодняшний день опасность. Но вместе с тем, я повторю, все подразделения продолжают работать, как в Чугуинском районе, в Кавалеровском районе, в Ольгинском районе, в Тернейском районе. Мы были привлечь силы и средства не только подразделения МЧС России, которые находятся, дислоцируются здесь, на территории Приморского края. У нас уже здесь работают с Камчатки, с Амурской области, с Хабаровского края. С Сибирского региона у нас как курсанты, так и спасатели приехали, работают здесь. И, в принципе, все задействованы. Каждый глава администрации знает, что у него в районе имеются сприданные силы. Не только нашей Приморской подсистемы и не только МЧС России. То есть я правильно понимаю, что у нас основная сложность – это нехватка все-таки техники и личного состава? То есть край был не готов к такому катаклизму? Правильно я понимаю? Ну, конечно, на территории края свободны инженерные техники. А в основном на сегодняшний день все прекрасно понимают, больше заинтересованы в инженерной технике. Потому что восстановление дорог, восстановление мостов, восстановление системы электросвязи требует все-таки не просто рабочие руки или шансовый какой-то инструмент. А это должна быть работать нормальная инженерная техника. А такой инженерной техники на территории края все-таки в ограниченном состоянии. Нельзя говорить, что этом недостаточно. Но чтобы работал тот же или иной бульдозер, его надо с одного участка перенаправить в другой. А для этого нужен еще трейдер, трейлер и нужен еще тягач, который будет перевозить этот бульдозер. Скоростные режимы не позволяют. Поэтому все этим занимается оперативный штаб, как администрации края, так и муниципальных образований. То есть нельзя сказать, что на сегодняшний день ситуация стабилизируется? Все до сих пор? Я бы пока не говорил. Да, она близка к стабилизации, но в связи с тем, что, говорю, у нас идет второй уровень этого гребня волны, так сказать, как вот на основных реках. Ну, Приморский край — сложная географическая местность. У нас очень много сопок, очень много горных рек. Поэтому потихоньку уровень воды с гор спускается, наполняемость рек еще увеличивается и переходит на другие районы. Вернусь, кстати, все-таки к вопросу, как ведут себя люди в чрезвычайной ситуации. То есть эвакуируют детей и стариков, люди остаются все-таки, не хотят покидать дом. Ну, каждый гражданин должен прекрасно понимать, что в первую очередь помощь оказывается детям, старикам, женщинам. Нельзя делить, что мужчина здоровый в возрасте мужчина, который может обеспечить себя самостоятельно, и, по крайней мере, служил в армии, и может сориентироваться в той или иной сложной ситуации. Поэтому все взрослые должны понимать, первая помощь, еще раз повторяю, это дети, старики, женщины. У нас на сегодняшний день эвакуированы дети с Лазовского района, с Ольгинского района, с Тарнейского района. На сегодняшний день принято решение о размещении детей Тарнейского района в лагере «Океан», где они проведут первое время реабилитационный период. В дальнейшем будет решаться вопрос об организации обучения их в этом году уже на территории города Владивостока, скорее всего. Но это я считаю, что правильное решение. Вот тут, опять же, родители немножко, может быть, не с пониманием относятся, а, может, с недопониманием. Потому что обеспечить, восстановить школу за короткий период, а у нас уже в ближайшее время, скорее всего, начнутся на северах уже холода, заморозки, и поэтому школа будет явно не подготовлена в Тарнейском районе, который подтопило. Мы считаем, что она должна находиться, дети должны все-таки здесь, на территории города Владивостока обучаться. Да, в режиме интерната. То, что касается оказания помощи гражданам, которые находятся у себя на местах, значит, бывают такие ситуации различные, что, естественно, жители боятся мародеров всевозможных, всевозможных каких-то, ну, гибели животных домашних. Поэтому кто-то остается на местах, он не желает бросить свое хозяйство и все-таки оказать помощь. Потому что, действительно, если животные останутся на месте, неизвестно, что с ними произойдет. Очень много случаев, когда в деревне остаются 3-4 человека, которые начинают помогать сельскохозяйственным животным и, опять же, следят, контролируют за тем, чтобы не появились мародеры какие-то, чтобы не растащили имущество. Ну что ж, благодарю вас, Игорь Николаевич, за подробную информацию на этот час. Я напомню, гость студии у меня был, начальник управления организацией пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Приморскому краю, Игорь Николаевич Швец. На беду, которая обрушилась на Приморье, отреагировали многие, кто и как мог. Власти выделяют деньги пострадавшим от тайфуна, жители незатопленных населенных пунктов активно собирают гуманитарную помощь. Но оказались и такие, кто наживается на чужой беде. По этому факту даже организовали проверку. На телефон горячей линии прокуратуру края ежедневно поступают многочисленные звонки от пострадавших о нарушениях различного характера, фиксируются и сообщения о резком повышении цен на продукты питания, в том числе хлеб. Такие сигналы поступали от жителей города Данегорска, Лазовского района, Кавалеровского района. По указанным сведениям, организованы надзорные мероприятия при участии прокурора в соответствующих районах. О результатах проверки я расскажу в нашей следующей программе. А на этом у меня все. В студии для вас работала Евгения Клепикова. И смотрите «Автопатруль». Мы в курсе всех происшествий в крае. До встречи. Снято автопатруль. Снято автопатруль.